Мы урок за уроком подошли к CMS-системам. CMS – Content Management System – это система управления контентом, которая позволяет пользователям создавать, редактировать, организовывать и публиковать цифровой контент на веб-сайтах без необходимости владения сложными навыками программирования. CMS предоставляет удобный интерфейс, через который даже неопытные пользователи могут управлять сайтом, добавлять текст, изображение, видео и другие элементы. Основные функции CMS – Управление контентом – CMS упрощает создание и редактирование контента, включая текстовые статьи, страницы, блоги, мультимедийные файлы и многое другое. Это делает возможным обновление сайта без вмешательства разработчиков. Многопользовательская поддержка Современные CMS поддерживают управление правами доступа. Это позволяет нескольким пользователям с разными уровнями доступа администраторы, редакторы, авторы работать над одним и тем же сайтом. Шаблоны дизайна – темы. CMS предлагает готовые шаблоны или темы, которые определяют внешний вид сайта. Это позволяет быстро менять дизайн без изменения кода или структуры контента. Расширяемость через плагины и модули. CMS позволяет добавлять дополнительные функции через плагины или модули. Эти расширения могут добавить возможности такие, как SEO-оптимизация, интеграция с социальными сетями, обработка платежей и многое другое. SEO-оптимизация. Многие CMS предоставляют встроенные инструменты для улучшения SEO, поисковой оптимизации, включая управление метатегами, генерацию XML-карт сайта, настройку ЧПУ и другие функции для улучшения видимости в поисковых системах. Управление медиафайлами. CMS позволяет легко загружать, организовывать и вставлять изображения, видео и другие файлы в контент, что упрощает управление мультимедийными материалами на сайте. Многоязычность. Современные системы управления контентом поддерживают создание многоязычных веб-сайтов, что позволяет легко переводить страницы и управлять версиями сайта для разных регионов. Аналитика и отчеты. CMS может интегрироваться с инструментами аналитики, такими как Google Analytics, что позволяет отслеживать поведение пользователей, эффективность страниц и другие метрики. Установка CMS. Способы установки CMS зависят от выбранной системы и хостинга. Автоматическая установка через панель управления хостингом. Многие хостинг-провайдеры предлагают автоматическую установку популярных CMS с помощью внутренних инструментов. Ручная установка. Скачайте последнюю версию CMS с официального сайта. Загружайте файлы на сервер с помощью FTP-клиента, например, файл Zilla. Создайте базу данных и ее пользователя. Пройдите через процесс установки через браузер, указав данные для базы данных и конфигурацию сайта. Выбор и настройка темы. Шаблона. После установки CMS вам нужно выбрать тему или шаблон для вашего сайта, чтобы задать его внешний вид. Во многих CMS, таких как в WordPress, можно выбрать бесплатные и премиальные темы. Их можно найти как в официальных репозиториях, так и на сторонних сайтах. Большинство тем позволяет настроить дизайн, цвета, шрифты, логотип через панель управления, чтобы сделать сайт уникальным. Создание и наполнение сайта контентом. После настройки внешнего вида и установки необходимых плагинов, можно начинать наполнение сайта контентом. На CMS можно легко добавлять новые страницы через панель управления, например, главное, ОНАС, портфолио, контакты, добавление записей или постов. Если это блог, можно публиковать статьи, новости и другие материалы. Медиафайлы. Загружайте изображения, видео и другие файлы в медиабиблиотеку и вставляйте их в контент через визуальный редактор. Создание сайта на CMS – это поэтапный процесс, который начинается с выбора системы и заканчивается постоянной поддержкой и оптимизацией. CMS делает создание и управление сайтом доступным даже для пользователей, с минимальными техническими знаниями, благодаря интуитивным инструментам и богатой экосистеме тем и плагинов.